Приветствую вас. Как мне кажется, основная проблема не только в том, что вы не можете достигать своих целей, причём без мотивации. То есть достигать целей без мотивации очень тяжело, практически невозможно. Мне кажется, что дело не в этом, не в том, что достигать целей без мотивации, а в том, что вот вы видите, что уже действительно у нас сверлит мысль о собственном деле финансовой свободе, и эту мысль вы никак не развиваете. То есть почему она вас сверлит, что значит она вас сверлит. Есть такое ощущение, что вы как-будто требуете от себя этого, при этом не очень понимая, откуда подобные мысли возникают у вас. Поэтому в первую очередь надо бы разобраться, как появилась эта мысль, с чего она началась. И уже дальше, я думаю, будет более понятно. Мотивации у вас отсутствуют, скорее всего, по причине непонимания. По причине непонимания того, чего же я хочу. Когда человек не очень понимает, что ему нужно, вот, начинаются трудности, вот, и в первую очередь надо разобраться с природой мысли, и понять, что в этом ваше на самом деле, ваше. А что в этом не ваше, что в этом навязанного больше, например, или там что-то ещё. Знаете, это важнее. Вот именно натурально важнее, чем то, о чём, как бы, вы говорите, о том, чтобы себя пересиливать, не говорить о том, что себя заставлять, вот. Но это же просто, постоянная борьба. А я говорю о том, чтобы быть собой, чтобы быть стоящим. Поэтому нам нужно постараться увидеть в форме, а форма – это собственное дело, да, и финансовую свободу. Увидеть ядро, которое бы вам откликнулось прямо, которое бы вас прямо зарядило на эмоции, зарядило бы на чувствах, вот. А сейчас не заряжают. Ну, это прямо очевидно. Вот. Прямо очевидно, что нет заряд, что нет лучи вас. Кому как, ну, вы же говорите, что, что живётся вам хорошо, что едите вы вкусно, вот, скажем, вот. Ну, мотивации особо нет. Но при этом, при всём, при этом, при всём, да, вас что-то не устраивает, вот. При этом, при всём вас что-то напрягает, как бы. И это в общем целом нельзя просто взять и, ну, перестать на это обращать внимание, условно говоря. То было бы несколько неверно, как мне кажется, по отношению к вам. Было бы несколько некорректно по отношению к вам. Поэтому, вы здесь сейчас пытается довольно категорично, как мне кажется, категорично. В том смысле, что, либо я не делаю ничего, вот, либо я просто сижу на месте, да. Вот. Либо я учусь, но, вот, как вы сами пишите, всё это имитация действия. Хочется, но не настолько, чтобы предпринять более серьёзные действия. И смириться с тем, что мне это не нужно, тоже не получаю. Ну, я понимаю, о чём вы говорите. Прекрасно понимаю, о чём вы говорите. И думается мне, что смиряться не нужно. Вот. Не нужно смириться. Нужно смотреть на, я бы сказал, более корректную форму этого. Понимаете? То есть нужна более корректная форма. Такая форма, которая бы вас устроила полностью. Вот. Сейчас не устраивает вас эту форму. Вот. Она вам сейчас довольно тяжело удаётся, эта форма. Вот. Ну, идея моя, по крайней мере, заключается в том, чтобы именно подобрать вам более подходящую форму того, чего вы хотите. Это могло бы решить ваши проблемы, как мне кажется. Ага. Конечно. Могу я быть небрав в, 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 в. Это мое интерпретацию. Вот. Могу быть небрав. На мой взгляд, ааааааааааааааа. Ситуация вот такая. То есть ну вот так вот. Вот так мне, по крайней мере, кажется сначала. А в целом то, что вы говорите, очень похоже на психологическую игру, которая называется Попробуй Дану, я бы, я бы так сказал бы, очень на это похож. То есть, как будто бы вы предлагаете, как будто бы предлагаете решить вашу проблему, она в периодом, сами понимаете, что вы находитесь в определенном тупике, и сами понимаете, что загнали себя в некоторый угол, в некоторую такую безысходность, я бы сказал. Соответственно, соответственно, очень важно из этого порочного круга выходить. Стараться выйти. Потому что в противном случае ситуация будет загубляться и дальше. как я понял, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. вас что-то не устраивает брак с ним. Как я понял, вы живете в семье, мужчина вы живете. С вашим мужем. Вас что-то не устраивает. Вот. С вашим мужем вас что-то не устраивает. Вот. Ну, как бы, ситуация заключается в том, что на эту проблему вы не особо смотрят, что не в вашей финансовой безопасности дело. Хотя и это может быть вполне себе тоже. А в целом вы не в удовлетворительных отношениях с мужем. Возможно. Ну вот. Особенно если вот все эти десять лет вы живете там. Ну. Вот. Все дело в том, что роль домохотяки вас не устраивает. Чувствуете вы, что хотите больше, чувствуете вы, может быть, что способны на больше. Вот. Вот. Но почему-то единственная форма для вас, которую вы, ну, это дело. Вот. Дело и финансовая слабость. А что если хочется вам совсем, ну, другого? то если хочется вам не этого на самом деле. Просто эта форма, привычная форма, а хочется на самом деле другого. А чего вы пока, может быть, даже не знаете, чего именно. Вот. Но разобраться с этим и посмотреть на то, что это может быть, вполне можно, но для этого потребуется ваше желание работать над собой, исследовать себя. вот. Желание исследовать свою жизнь. Какие-то моменты будут неприятными, безусловно. Но психолог, он для того и нужен, чтобы оказать вам поддержку. Ту сам, ту самую поддержку, которую от других людей вы, вероятно, никогда бы получить не смогли. В том числе от своих близких. В которых, которыми вы, может быть, чувствуете себя достаточно одинок. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, это было полезно. Надеюсь, что дал вам тысячу для размышлений. Хотелось бы поселать вам всего самого доброго. Хотелось бы поселать вам удачи. Хотелось бы поселать вам милости для настоящих изменений в твоей жизни. Вот. Хотелось бы поселать вам широты и внимательности в вашем мыслении. Вот. Крепкости. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И позволит вам начать двигаться в какую-то сторону. Вот. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...